Открыточный вид Серпухова. Так назывался фотоконкурс, который объявила одна из радиостанций нашего городского округа, а поддержала администрация. Каждый из участников олицетворение строк. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой листвы, зеленый вязь, весну и небо голубое. Эти строки вспомнила глава муниципалитета на торжественном подведении итогов. Сотни фотоснимков, на которых монастыри, скверы, люди и коты. Каждая работа по-своему открывает Серпухов. Новые ракурсы, новые неожиданные взгляды на привычные вещи. Результатом фотоконкурса открыточный вид Серпухова стало издание вот такого календаря, выпущенного ограниченным тиражом. Всего 40 экземпляров. Он начинается с сентябрем 21-го и заканчивается с сентябрем 2022-го. На его страницах работы участников. Его вручают победителям конкурса и гостям торжества. Такие классные фото. Я бы вот отдельно проезжаю, села, у меня вверху с высоты. Он выглядит обалденно. Я очень рада, что достала тебе 10 тысяч золота. У тебя же девушка есть? Жена. Жена. Спасибо. А девушка? Наросили про девушку. Здравляю. Антон Бондарчук – фотограф с 11-летним стажем. Снимает все и всех. И в последнее время почти всегда сверху. Дрон появился не так давно. Года, наверное, два назад. Но да, с ним очень много начало работать в последнее время. И даже делаю портреты дрона. Да ладно? Да. Профессиональная деформация в основном то, что дома очень много фототехники. Организатор фотоконкурса – открыточный вид Серпухова радиостанции «Лаврадио». Среди слушателей, а также своих подписчиков в Инстаграм бросили клич и получили огромное количество уникальных работ, которые даже не успевали опубликовывать. Более 500. В общем, ожидания не совпали с реальностью. И самая большая сложность была – отобрать лучшие. Сначала отбирали 13 фотографий. Это именно партнеры. Наш гид-эксперт, Калиновские электросети и мы. Мы выбрали 20 фотографий, которые нравятся нам больше всего. Потом по совпадениям отобрали уже те, кто проходит в финал, а остальное голосовали люди. Хотя я бы со многим поспорила. У меня там, допустим, есть свои какие-то фавориты. Я из одних фотографий только Сергея Антоновна могла бы три календаря напечатать, но вот вошло в календарь всего одно его фото. С другой стороны, мы кто мы такие? Люди выбрали, им это нравится, они так видят этот город. И проект называется «Серпухов в моменте». Он не претендует на какую-то монументальность. Это сейчас именно тот город, который есть. Наибольшее количество голосов набрала работа Дмитрия Миненко. Он называет себя фотографом-самоучкой. Без творчества жить не может, так же, как и пройти мимо прекрасного, необычного и интересного. Мне 24 года. Фотографирую я с 16 лет уже. Так скажем, на зеркальную камеру и просто на телефон. Идею Лаврадио с проведением фотоконкурса поддержала и глава администрации Юлия Купецкая. На подведение итогов пришла не с пустыми руками. Одного из участников Сергея Калистратова отметила подарком. Фото Сергея на декабрьской странице календаря. Говорит, этот пейзаж зацепил с первого взгляда. Увидев его, хочется мечтать, творить и ценить каждое мгновение жизни. Вы смотрите в то же окно, в которое смотрят наши жители. Но что видите вы – это красоту Серпуха. К сожалению, еще не все так видят. А наша задача, моя личная задача, чтобы любой, кто посмотрел в окно, будь то двое, трое, четверо, пятеро и неважно, видели бы то, что мы сейчас видим на экране. Серпухов, он действительно уникален. Я обожаю Серпухов, я очень люблю Серпухов и хочу, чтобы его любили и жители, и гости. Организаторы фотоконкурса «Открыточный вид Серпухова» обещают сделать его теперь постоянным, чтобы делать открытие чаще и ярче. Субтитры создавал DimaTorzok